привет друзья сегодня хочу рассказать немножко о своих впечатлениях о городе ничанг вьетнам мне понравилось здесь что понравилось начну с того что понравилось потому что это мало на самом деле есть чем сравнить и очень рада что зимой феврале выбрала направление потому что теми деньгами первое что с теми деньгами которые мы тратим здесь там ты себя чувствуешь просто не не знаю не миллионером миллиардером наверно потому что это там тратишь эти деньги не заканчиваются вчетвером можно покушать 4000 тенге на 5000 тенге вот так вот просто вчетвером но это на тысячу на одного там настолько все дешевое ну яичница выходит три за плюс они там салат дают еще что-то 400 тенге так а с того что понравилось здесь не понравился остров венперпл венперпл ну в общем это остров он находится за этим домом его сейчас здесь не видно с пляжа его видно это диснейленд такой вьетнамский диснейленд там здорово на самом деле там такой прям зоопарк красивый горки кинотеатр 5d представление такое шоу шикарное аквапарк классный ну там ну вот за один день не смогли все пройти половину только прошли пол территории из минусов ну как по мне я не знаю как для вас здесь дорого на четверых здесь покушать 50 долларов надо это чтобы ты поел ну нормально ну наелся так скажем я здесь хочу кушать в узбечку на самом деле потому что здесь ничего мне вообще не нравится здесь еда я прохожу мимо их них вот этих ресторанов вьетнамских просто я не могу дышать везде воняет тухлая рыба этими крабами вот ужасная запах пищи даже там сидеть невозможно у меня все вызывает брезгливость отвращение вода даже невкусные мыло какое-то вода вкусом привкусом такой слизи че еще кукуруза на пляже вкусные вещи здесь можно взять вещи да там адидас и найки оригинал можно взять можно взять подделку она ничем не будет отличаться от оригинала ну и там стоимость от оригинала не такая уж и великая можно и оригинал взять кто любит оригиналы так что еще вьетнамцы тут китайцев очень много нормальные они их особо днем не видно вечером выходят гуляют плавают солнце они боятся прям прячутся от него в целом короче разница вот в чем разница основная том что в воздухе нет вот этого волшебства кто был на гладу понимает про чай там воздух пропитан какой-то любовью ты ныряешь в эти волны ты выходишь там и массаж там делают блин как по мне так там лучше массаж делают намного лучше дольше тут массаж знают сапля тыкает тыкает и пальцами по мной хрустят еще что-то в тебе не просыпаются никакие гормоны ну вот во мне никаких гормонов не просыпается чтобы я там после массажа вся там в масле благоухающим ты идешь по улице и такой аромат и запах от тебя шлейф этих масел не то не то мне не нравится вьетнам за эти ну за те деньги которые мы здесь потратили можно было бы съездить два раза на гуа всей семьей во-первых не семь часов перелет был бы там восемь часов а три с половиной четыре часа до часа но раньше три с половиной сейчас четыре часа аэропорт быстро пропускают в индии здесь тоже долго все долго сервис хороший здесь сервис лучше отели классные убирают номерах лучше хорошо море здесь тоже как будто ну песочком почище да но если брать индийский могу а что там у нас аравийский залив да и вот океан здесь который вот он ну он теплый все приятные чистые пляжи все ну короче нет такого чтобы ты прям на гуа у тебя прет там ты счастлив вот прям с души это счастье вырывается ты еще тебе хватает на несколько месяцев после отдыха счастья а еще самая первая главная особенность здесь здесь все жутко отекают у меня даже дети встают с помятыми лицами ладно там на взрослых можно сказать там вы бухаете вы там еще что-то вы там еще что-то но нет тут отекаешь конкретно причем из конца болит живот отеки тяжесть вот это вот в воздухе тяжесть так что вы короче друзья мне не понравилось вьетнам никому не советую если хотите хорошо отдохнуть ну я вот люблю гуа мне на днях кстати исполнилось 40 лет так что жду поздравления встречала я свои 40 лет на этом острове в диснейленде отметила свой такой маленький праздник все друзья на связи целую вас пока